Субтитры подогнал «Симон» Упоминания о манго относятся к 4000 году до нашей эры. Родина манго, южные регионы Индии и Китай. И позже распространился в страны Юго-Восточной Азии. Такие как Филиппины, Индонезия, Ява, Таиланд, Бирма, Малайзия и Шри-Ланка. Манго имеет особое значение в культуре индийских религий. Буддийские священники считают, что манго было подарено Богом. Считается, что откровения Будды пришли к нему под манговым деревом, и этот плод был представлен миру как благословенный. Найденный португальскими мореплавателями, которые отправились в Индию в 15 веке, манго позже был завезен в Австралию, на Филиппины и в Западную Африку. Манго был доставлен во Флориду в 1833 году и хорошо адаптировался в этой области. Позже был ввезен в Бразилию, Эквадор, Вест-Индию, Гватемалу, Гаити и Мексику. Несмотря на то, что Китай — родина манго, там этот фрукт стал популярным после 1958 года во время правления Мао и стал символом сельскохозяйственных рабочих. Зеленый манго используется для приготовления соков и солений, а спелый манго используется для производства соков, нектаров, мороженого, желе, коктейлей, йогуртов и соусов. Кроме того, популярны высушенные ломтики манго и измельченные в муку. Манго — ценный источник питательных веществ. Это вкусная приправа, особенно к мясным блюдам. С производством почти в 45 миллионов тонн манго — это пятый из наиболее культивируемых фруктов в мире. Индия — крупнейший производитель манго с производством 15 миллионов тонн. За ней следует Китай с 4 миллионами тонн и Таиланд с 2,6 миллионами тонн продукции. Приправы из манго сопровождают блюда кухни Юго-Восточной Азии. Его добавляют в салаты, супы и жареное мясо. Кислый и неспелый манго используется для приготовления пряной приправы индийской кухни — чатни. Манго перерабатывают в сок, сушеные фрукты, порошок и пюре. Это отдельная отрасль, которая способствует развитию национальной экономики стран-производителей. Баночное пюре из манго пользуется особым спросом в развитых странах. Манго добавляет изюминку во вкус молока, пудинги, пироги, печенья, а также используется в виде джемов и конфитюров. Косточка манго содержит около 8-10% масла хорошего качества и употребляется как сырье для производства мыла, крахмала и сахара. Древесина гигантских манговых деревьев используется также в промышленности по производству деревянных лодок, полов, мебели и других декоративных объектов. Манго содержит калий, магний, кальций, фосфор, провитамин А, витамины С и В. Также исследования показали, что многие вещества, содержащиеся в манго, эффективны для профилактики борьбы против рака толстой кишки, молочной железы, ракопростаты и лейкемии. Кроме того, манго укрепляет иммунную систему и защищает от инфекций. Благодаря содержанию витамина С и каротиноидов. Манго, как правило, собирают до созревания плодов, когда они достигают максимального размера. После сбора урожая манго обрабатывают теплом для того, чтобы предотвратить заражение плодовой мухой и для дезинфекции от некоторых видов грибков. Эта процедура осуществляется путем нагрева манго в специальной жидкости при плюс 46, плюс 53 градусов Цельсия. Тепло способствует созреванию, поэтому манго должно быстро охлаждаться. В целом, в зависимости от сорта, манго может храниться в течение 3-4 недель при хранении с контролируемой температурой 8-14 градусов Цельсия. Было установлено, что продолжительность и качество хранения могут быть улучшены за счет использования комбинации модифицированной атмосферной упаковки MAP и 1MCP. Однако продолжительное хранение возможно при контролируемой атмосфере холодного хранения, которое работает по методу ULO — ультранизкое содержание кислорода. Этот метод не требует упаковки в модифицированной атмосфере и увеличивает продолжительность хранения до 6-7 недель. Всю цепочку процессов холодильного хранения, начинающуюся со сбора урожая и до отправления манго на рынок, нельзя нарушать, так как это очень нежные фрукты. Среди садовых фруктов только манго перевозят на самолете, и это основная причина того, что цена на них может доходить до 10 долларов США на розничных рынках развитых стран. Будучи вместе с бананами одним из основных продуктов питания и источником витаминов в тропических регионах, манго только в последнее время становится популярным в развитых рынках, таких как Европа, Россия и США. Несложно предвидеть, что манго будет иметь сильное влияние на эти рынки благодаря своему потрясающему аромату и наличию новых сортов, выращенных для более длительного хранения.